Сергей Михеев, Сергей Хриневский в студии. Здравствуйте, Сергей Александрович, добрый день. Здравствуйте, Сергей, слушатели, все, кто нас смотрит и видит, да, это передача «Железная логика». Подписывайтесь на телеграм-канал. Сегодня ночью украинские войска нанесли удар ракетами «Точка-У» по городам Изюм и Херсон, находящимся под российским контролем. Точнее, они попытались нанести удар, но эти удары были отражены российскими ПВО. И, насколько я понимаю, в основном отражены были успешно. Но что здесь важно? Важна тактика украинского государства. По большому счету, вот то, чем они 8 лет занимались на Донбассе, теперь они решили заниматься в отношении тех территорий, которые находятся под контролем российских войск. То есть, это к вопросу о том, как они любят своих собственных граждан. Как только стало понятно, что в той части Харьковской области и Херсонской области, которые находятся под контролем российских войск, налаживается спокойная жизнь, более-менее мирная, как только стало ясно, что там появляются собственные администрации, как только, так сказать, стало понятно, что там, значит, есть что есть и есть что пить, что там безопасно, вот украинская власть сразу началась свербить в одном месте. Вот как же так? Они так любят своих мирных граждан, они так любят свою Украину и так любят свои города, что решили, а не пострелять ли нам по ним своими, так сказать, ракетами точка У, потому что и в случае с Изюмом, и в случае с Херсоном ракеты были направлены в самый центр городов, в том числе в те, так сказать, места, где есть и там социальные учреждения, и жилые кварталы, и детские сады, и школы, и больницы. Это к вопросу о том, что такое, что из себя представляет вообще, так сказать, украинская власть, к вопросу, можно ли вообще доверять каким-то там крокодиловым слезам, которые там по этому поводу есть или нет. Ну, то есть совершенно зверское, совершенно абсолютно, так сказать, бесчеловеческое отношение к собственным гражданам. Я уж не говорю там еще про кого-то. Например, скажем, когда они стреляли все эти 8 лет по Донецку и Луганску, говорили, ну там не люди, там сепаратисты. Хотя как, они имели все украинские паспорта. Ну, это там сепаратисты. А в Херсоне с Изюмом? Там пока, так сказать, на самом деле ничего такого, что можно было бы назвать сепаратистским движением, пока всерьез не происходит. Чем же провинились эти граждане? Тем, что украинская армия не смогла, как бы, удержать эти территории, а в ряде случаев и не пыталась их удерживать? Если говорить, например, о Херсонской области, да? Вот в этом они виноваты. В этом они виноваты. Да? И это всем украинским гражданам, в том числе тем, которые уже, так сказать, и нас слышат, да? Это к вам, вам, так сказать, повод задуматься над тем, а что же такое украинская власть? И что же они сделают, между прочим, с ними, если туда вернутся? Что они сделают с этими людьми, если они туда вернутся? А если они сейчас их там пытаются наказывать за то, что те, как бы, да, стараются, пытаются жить на нормальной жизни, то что они сделают, если они вернутся в эти места? И это к вопросу тоже о нашей, там, концепции всего того, всего того, что происходит. Это первое. Второе, то, что вчера прозвучало во время выступления президента Путина в Санкт-Петербурге по поводу, там, дня парламентаризма, вот я из этого просто выделил для себя главный, как бы, момент, ну, на мой личный взгляд, да, Путин сказал, первое, что цели операции, которые были поставлены в начале, безусловно, будут достигнуты, вот, ну, а о целях мы с вами, так сказать, помним, деноцификация, демилитаризация, внеблоковый статус, там, и все, что с этим связано, да, вот, ну, что ж, если главная команда считает, что, так сказать, они будут достигнуты, я тоже считаю, что раз уж объявили, так давайте достигать, как бы, да, каким-то образом, да, но оно и хорошо. И второе, как раз просто это, вот, пошло в резонанс, буквально, так сказать, с тем, что я вчера говорил, вот, на нашем здесь эфире, здесь, и, как бы, на эфире Владимира Соловьева по телевидению, да, Путин довольно твердо сказал, что пусть на Западе никто не питает иллюзии, как бы, да, в случае обострения конфликта, эскалации его, мы готовы на, как он сказал, ответ на встречный удар, как в нашей, там, доктрине военной записано, да. Будет молниеносным. Будет молниеносным, да. Все решения, с кого он по этому поводу приняты, он имел в виду ядерное оружие. Это ровно то, о чем я говорил вчера, когда мы с вами обсуждали заявление Кирби, заявление Лаврова, так сказать, которые друг другу вторили, что, вот, мол, ну, никто не хочет ядерной войны, да ее не будет. Никто не хочет ядерной войны. И я очень надеюсь, что ее не будет. И ничего хорошего, так сказать, понятно, это нам всем не несет. Но, если будет ситуация, я еще раз повторю, ровно то, что я говорил вчера, как бы, здесь и много раз до этого. Если будет ситуация, при которой американцы будут считать, что им конкретно ничего не угрожает, в таком случае их геополитические эксперименты, направленные, в том числе, против нас, будут только множиться. В таком случае их ничего не тормозит, например, скажем, на Украине. А что бояться-то? Они, значит, там где-то за тысячи-тысячи километров, как бы, да, к ним текут денежки, они получают заказы для военно-промышленного комплекса. А война здесь, как обычно, в Европе. Ну, а здесь можно делать что угодно. Можно сюда, так сказать, поставлять боеприпасы, оружие. Ну, и пусть оно воюет, как бы, да. А, как бы, у нас в США все будет хорошо. Вот до тех пор, пока в Европе и в США конкретные обыватели будут думать, что на самом деле все это только где-то там, а у нас здесь все будет тихо, как бы, да, до этих пор, они будут считать, что они, ну, что у них развязаны руки. Для них это будет как вот кино, как бы, да, такое-нибудь голливудское, где-нибудь там, на войну, про войну на Марсе, там, есть ли этот Марс, нет его, так сказать, какая-то война, там, вот, то все опять десятая, как бы, ну, а нам-то какое дело? Мы посмотрели, как бы, эти самые новости, да и разошлись. В этом смысле европейцы, конечно, мне кажется, ближе к действительности, потому что у них есть сразу несколько вопросов там, да, тот же самый, так сказать, те же самые беженцы, тот же самый газ, те же самые проблемы, связанные с санкциями. Вот американцы дальше от действительности, и вот убаюкивать их тем, что, ну, нет, конечно же, так сказать, ни в коем случае, там, вы не волнуйтесь, там, по вам не пролетит. Я думаю, что это, как тот же Путин говорит, контрпродуктивно, да. По поводу, кстати говоря, прилетит, не прилетит, и что будет прилетать, вот, имеется в виду, я имею в виду, как бы, поставки тоже, вот, о чем говорил, американские, там, английские и прочие-прочие, европейские поставки на Украину. Ну, насколько я понимаю, нам пока удается уничтожать, действительно, большие довольно склады и вот объемы этих поставок, потому что, кроме вот этих вот ручных ПТРК, ПЗРК, непосредственно на линию фронта пока ничего не приходит, по крайней мере, об этом нет свидетельств, о том, что вот именно тяжелая техника туда приходит. Вот, есть, появились, правда, вот эти баражирующие боеприпасы, так называемые, они их пытаются применять, как бы, да, местами, так сказать, с разной степенью успешности, насколько я понимаю, пока это все-таки вещи единичные, но, тем не менее, вот той тяжелой технике, о которой они говорят, а именно танки, самолеты, гаубицы и все остальное, пока никто нигде не фиксирует. Тем не менее, тем не менее, да, удары по коммуникациям, там, я так понимаю, будут все-таки продолжены. Кстати, вот тоже я тут от военных экспертов узнал, кстати, в субботу после трех часов будет передача «Война и мир», вот, где мы будем подробно обсуждать все эти ситуации, да, с Алексеем Лянковым, в том числе, вот, значит, в том числе от военных экспертов я узнал все-таки ответ на, по крайней мере, частично на свой вопрос, а почему же мы не разрушаем вот эти вот, значит, коммуникации на входе, потому что вокруг мостов через Днепр много всяких разговоров, одни говорят, да мы еще пойдем через, по этим мостам на запад, вот, и поэтому, как бы, они нам нужны, другие говорят еще что-то, вот, но меня-то больше интересуют вот точки входа в, значит, на, так сказать, на Украину, со стороны Польши там, да, и других вот сопредельных государств, откуда в основном, как бы, это оружие и поступает, и может поступать. Вот, но там, как бы, я так понимаю, что, я так понимаю, что на самом деле удары по таким коммуникациям, они возможны, но, как бы, для этого нужны более мощные ракеты, это, так сказать, чем калибр, для этого нужны, например, удары эскандерами, причем эти удары, для того, чтобы они достигали цели, должны наноситься с территории Белоруссии. Вот, насколько я понимаю, так сказать, это требует дополнительного согласования, хотя в начале всей этой военной операции, да, с территории Белоруссии наносились удары, наносились удары, так сказать, да, в частности, по Западной Украине, и они были достаточно эффективными. В ответ, между прочим, украинская сторона, как бы, да, запускала в сторону Белоруссии и ракеты точки ОУ, которые были сбиты, и, значит, стреляла всячески там по-разному, тоже из всего там, что у нее есть, вот, но, тем не менее, я думаю, что все равно, как бы, придется этот вопрос закрывать, потому что в противном случае, как бы, даже тоже все это может растянуться, так сказать, на бесконечное количество времени. Интересная ситуация также, между прочим, и вокруг, так сказать, Приднестровья, вот мы вчера это обсуждали, довольно много опасений по поводу того, что в случае, значит, ударов украинской армии по Приднестровью, конечно, силы будут неравны, вот, но на самом деле, как бы, здесь критическим является участие или неучастие Молдавии, вот, оно является критически важным, потому что, потому что, как бы, да, зажатое с двух сторон, да, конечно, Приднестровье долго не продержится, а пока Майя Санду, несмотря на всю ее откровенную, совершенно антироссийскую позицию, ну, а, честно сказать, боится, да, вступать в эти дела, потому что это может быть чревато серьезными, чревато серьезными последствиями. Кроме того, что касается, да, скажем, да, возможного удара с украинской стороны, насколько я слышал, есть вопросы с коммуникациями, надо проверять эту информацию, но якобы еще в самом начале, как бы, да, спецоперации украинцы сами вывели из строя, там, взорвали, или еще как-то мост через Днестр, через реку Днестр, так сказать, да, который позволил бы, на самом деле, наступать на Приднестровье. И сейчас эффективное наступление со стороны Украины на Приднестровье, оно затруднено ими же самими. Поэтому, как бы, да, поэтому, значит, да, в Приднестровье небольшая совсем армия, и есть вот эта вот отдельная группа российских войск, УГРВ, как бы, да, которая, кстати говоря, в первую очередь и занимается, в том числе, охраной вот этого самого склада, арт-вооружения в этом, в Колбасном, да, вот. Вот, конечно, там, так сказать, группировка это очень небольшая, но в случае, например, скажем, попытки украинской армии организовать форсирование Днестра, вот, его можно остановить. И мне кажется, именно с этим связано вот такие относительно уверенные заявления Приднестровского руководства. То есть в ситуации, когда со стороны Молдавии, например, скажем, Молдавия не решится на такие действия, а Украина может просто не хватить для этого сейчас имеющихся сил и средств, да, и тогда можно будет меньшими средствами, меньшими, так сказать, значительно меньшими, так сказать, этим самым средствами сдерживать их наступление, если вдруг они предпринимутся. Потому что форсирование реки, это вообще во все времена, и сейчас тоже это очень сложная военная задача. Потому что, представьте себе, так сказать, наводится переправа или что-то в этом роде, если это переправа находится под постоянным артиллерийским огнем, как бы это очень опасная вещь, это большие потери. И все, что с этим связано. Но будем надеяться, что там, значит, ситуация будет относительно подконтрольная. Хотя есть тоже варианты. Например, скажем, что делают сейчас украинские диверсанты, бесплодники? Я так понимаю, что они пытаются взорвать этот склад. Вот если уж нельзя захватить, давайте организуем там взрыв. Потому что там по разным оценкам, там минимальные оценки 12 тысяч том боеприпасов. Вот, еще советское время. Многие из них говорят, что даже нельзя двигать уже, вот не то, что утилизировать, да. Хотя в свое время там было 50-60 тысяч тонн. Сейчас говорят, одни говорят, что в два раза меньше, другие говорят вообще 12 тысяч. Вот. Но вообще, если все это, конечно, рванет, то это будет очень серьезная, серьезная проблема. Причем проблема будет для всех, не только для Приднестровья. Приднестровье очень маленькая территория, посносит много чего в Молдавии, посносит много чего и в этой самой, как его, и на сопредельных территориях Украины. Вот. То есть спрятаться будет довольно сложно. Но я не исключаю, что, так сказать, украинские власти, они, в принципе, внутренне и психологически, психопатически вполне готовы и к таким вариантам развития событий. Вот. Возьмут потом, скажут, обвинят в этом, например, там, условно говоря, обвинят в этом, как бы, ту же самую Россию. Скажут, что это их ракета прилетела или что-нибудь в этом роде. Вот. Ну, посмотрим, как она будет развиваться, как она будет развиваться, эта ситуация. Да. Ну, и третье, что там я хотел бы сказать тоже, чтобы с военной этой ситуацией немножко закончить, это все-таки необходимость защиты наших преграничных регионов. Тут явно совершенно есть определенные проблемы с ПВО, которые сейчас, как вроде бы уверяют военные, решаются. Вот. Но есть там тут и последствия, между прочим, такого массового разоружения нашего, да. Например, скажем, нехватка самолетов разведывательной авиации, насколько я понимаю, она в том числе сказывается на данной ситуации. Плюс есть проблемы обстрелов с украинской территорией, именно оттуда, откуда мы ушли. И, честно говоря, вот я, например, не вижу другого способа решения этой проблемы, кроме как обратно войти туда на ту дистанцию, которая позволит обезопасить российские преграничные регионы. Потому что обстрелы оттуда, вот самые, так сказать, частые виды обстрелов, это минометные обстрелы. И минометные обстрелы, в принципе, они, значит, обстреляются на достаточно небольшую дистанцию, относительно небольшую дистанцию, да. Вот, которые, в общем, можно, наверное, контролировать. Хотя ясно, что это все тоже очень непросто, но вот говорят, что эти вопросы, так сказать, будут решаться. Ну и вот, так сказать, это примерно так вот все, если там какие-то мысли, которые появляются по ходу военной операции. Ну и все-таки, говорит, центральным был, на мой взгляд, тот момент, который вчера, значит, озвучил президент Путин, он же главнокомандующий, как бы, да, в своем выступлении в Петербурге. По поводу того, что цели операции будут достигнуты, ну что ж, будем, будем, как бы, да, в это верить, да. И насчет того, что, чтобы ни у кого там не возникало мыслей насчет, насчет, так сказать, безнаказанности. Кстати, насчет безнаказанности, тут вот вчера, позавчера приходили сведения о том, что мы нанесли довольно мощный удар по цехам алюминиевого завода в Запорожье, которые, по одним данным, были, там маскировался склад как раз вот иностранного оружия, которое прибывало на Украину. А по другим данным, кроме этого иностранного оружия, там еще проводилось обучение, работе с этим иностранным оружием, украинских военнослужащих, иностранными специалистами, предположительно, британцами. Вот, и, судя по всему, так сказать, исключать нельзя, что часть этих специалистов, так сказать, там так и остались, вместе со своим вооружением. Это надо проверять, сам факт удара, его отрицать невозможно, как бы, да, его подтверждают и украинские власти, вот, но по некоторым слухам, там, так сказать, вместе концентрация этой техники, ну, вот этих бы, там, вот этого оружия, в том числе шло обучение о работе с этим оружием, как бы, да, в котором принимали участие иностранные специалисты, вот, предположительно, британцы. Предположительно, британцы. Вот, и не исключено, что как раз с этим связана была вот эта вот пикировочка недавняя, так сказать, с Министерством обороны, который говорил, что мы будем наносить, значит, удары по разным объектам, и для нас не станет проблемой нахождение там граждан некоторых западных государств. Но, опять же, тут я за это дело не ручаюсь. Сам факт удара, значит, отрицать невозможно, вот, но, чтобы были там какие-то, так сказать, иностранцы, не было, да, это уже там, наверное, будет довольно сложно понять там в ближайшее время. Ну, это так вот, в двух словах. Это к тому, что, так сказать, вот, во-первых, А, это к тому, что безнаказанным их вот такое прямое участие не останется, а, во-вторых, Б, это вот почему, помните, я здесь рассуждал, почему Шольц упирается и не хочет, чтобы, так сказать, все-таки там какая-то военная техника серьезная шла на Украину. Потому что это неизбежно повлечет за собой потери. А потери, да, эти, потому что придется туда посылать специалистов из числокадровых военных, или пусть даже вы будете их маскировать под каких-нибудь отпускников, что называется, да, но, тем не менее, будут потери, а как только появятся потери, как только эти потери начнут доходить до страны, начнется дальнейшее это повлечение. Потому что те же самые голоса, которые сегодня, там, склоняют того же Шольца, там, например, поставлять военную технику, они начнут, так сказать, там, истерить и говорить, что, ну, а теперь Германия должна вступить в войну. Ну, и что это будет для Германии? Да как и для Шольца, я думаю, что это будет, так сказать, ну, это будет, ну, так, ситуация близкой к катастрофе, по большому счету, потому что вступление Германии в войну, ну, оно сделает мало того, что немецких военных целью. Я думаю, что это может приблизить вот именно ту точку невозврата, при которой, так сказать, целями могут стать и военные объекты на территории Германии. Попробуем сейчас пройтись по кое-каким новостям, да, Херсонская область с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил зампред военно-гражданской администрации региона. Переходный период займет до 4 месяцев, этот срок будет ходить рубль и гривна, затем произойдет полный переход на рубль, Средизм. Я, в принципе, выражаю удовлетворение этим вопросом, потому что в противном случае, не внушая доверия людям, которые находятся на этих территориях в будущем, вы не добьетесь там никакого результата. Кстати, я думаю, что это вот тоже был прилет ракет к точку, как раз к точку украинских, как раз это было вот тоже, в том числе попытка, так сказать, закошмарить местное население, реакция на эти вещи. Но, по крайней мере, пока вот все то, что приходит, говорит о том, что наши ПВО сбили 12 таких ракет, как бы, да, и в целом, да, значит, искомые цели украинские войска не достигли. Да, переходит в рублевую зону, ну, а что делать, так сказать, а как же, людям-то жить надо, а иначе, как бы, ну, какой смысл было вообще, ну, все это начинать, да, по-другому, я думаю, так сказать, оно и не будет. И это хорошо. Лишь бы, я говорю, лишь бы, так сказать, не откатили бы все это назад, тогда мы будем с вами почувствовать себя, и не подписали бы какую-нибудь очередную бумажку, после которой мы будем чувствовать себя так, как в 2014-2015 году, в 2016-м почувствовали себя жители Донецка и Луганска, когда им навязали, фактически, эти Минские соглашения-2. Вот, в результате которых они должны были уйти с большей части тех территорий, включая Мариуполь, которые мы теперь, как бы, да, пытаемся вернуть, затрачивая гораздо больше усилий. В то время, как бы, вот все эти названия, Славянск, Краматорск, Мариуполь, все это уже было в руках ДНР тогда, вот, это уже было в руках ДНР, но соответствующие, так сказать, соглашения, да, сделали так, что эти территории ушли под украинский контроль. И теперь это требует от нас, как бы, ну, просто там, на порядок больших усилий для того, чтобы их вернуть, вот. Кстати говоря, что касается этих самых, там, тоже, очередных, этих самых, очередных стенаний этих боевиков, которые сидят в Мариуполе под Азовсталью, как бы, они по-прежнему рассказывают про то, что там, значит, сотни, а то и тысячи мирных жителей, но почему-то их не показывают. Вот. И, насколько я понимаю, все-таки главная проблема в том, что там действительно находится довольно большое количество иностранных граждан, вот, которых они хотят оттуда каким-то образом вывезти. Потому что, если говорить о мирных жителях, ну, вот, они ни разу не попадали в кадр вместе с самими вот этими обращающимися. Там, в основном, обращаются, так сказать, два человека от имени тех, кто там сидит внизу, да, и они все время говорят, вот, о том, что здесь тысячи гражданских, сотни, значит, больных, там, десятки детей, вот, буквально, там, вчера, позавчера, ну, вчера вот это было, это новое, это самое обращение. Обращение при этом, вот, это одна и та же морда все время сидит просто на фоне стены, вот, ну, казалось бы, так сказать, ну, если их там тысячи, ну, или хотя бы сотни, ну, возьми эту камеру и пройдись, вот я, вот они, пройдись, так сказать, по этим самым. По крайней мере, будет понятно, что они там есть, вот, хотя непонятно в таком случае, почему их оттуда не выпускают, да, и этого есть терроризм, о чем Путин говорил Гутерришу. Вот, но пока, как бы, они это дело, так сказать, не показывают. Я считаю, что время работает против них, и я думаю, что пусть они там, если они такие, так сказать, упрямые, пусть они там и сидят. Вот так. Украина вместе с тяжелой артиллерией и ракетными установками запросила у США поставки ударных беспилотников двух типов с ракетами Hellfire. Об этом министр обороны Резников украинский сообщил. И США уже передали Украине несколько сотен дронов-камикадзе разных видов тоже, но официальные лица утверждают, что им нужны более совершенные, которые способны летать на большей высоте, преодолевать большие дистанции. Но есть сложность в передаче таких беспилотников, потому что на них распространяются строгие правила, в том числе режим контроля за ракетными технологиями. И он требует, чтобы любой дрон или ракета с полезной нагрузкой 500 килограмм и с дальностью действия в 300 километров не могут передаваться из одной страны в другую. Ну, не знаю, Барактара, говорят, как-то передавались от турок в Украине, хотя турки говорят, что они их просто продали, и так далее, и так далее. Но посмотрим, что из этого выйдет, потому что, во-первых, требовать украинцы могут много чего. Во-вторых, на самом деле, еще раз говорю, есть достаточно много успешных случаев уничтожения этой техники, которая просто не доезжает до того места, где можно применить. В-третьих, для этого, скорее всего, понадобятся иностранные специалисты, которые тоже становятся целью для российских вооруженных сил. То есть они запрашивать-то могут много, тут еще вопрос соотношения темпов, поставок и потерь. Теряют сейчас украинские вооруженные силы гораздо больше и гораздо быстрее, чем получают. И пока, как бы, да, они соотношение это изменить не могут. Один из признаков реального положения дел заключается, например, в том, что тот же самый Арестович, а также некоторые другие министр обороны, некоторые другие украинские политические деятели уже около месяца анонсируют крупное контрнаступление. Сначала они говорили, что оно будет буквально вот-вот, потом они говорили, что оно будет через две недели. Теперь Арестович говорит, что надо подготовиться, оно будет через два месяца. Именно под это контрнаступление, которое якобы, так сказать, там будет просто сокрушительным, они и просят всю эту технику. Насколько я понимаю, как бы, одной из проблем, которая есть между американцами и украинцами, и, в частности, видимо, она поднималась вот на этой встрече недавней, так сказать, Блинкина и Остина с этими, с украинскими телевидерами, как раз и было то, что украинцы не могут организовать это контрнаступление. То есть, грубо говоря, американцы всех европейцев уже на уши поставили, как бы сами что-то там туда такое гонят, как бы европейцев заставляют, а контрнаступлений нет, потому что украинская армия, судя по всему, не в состоянии его организовать. Есть мелкие попытки контратак, причем вот таких контратак, которые действительно привели бы к каким-то успехам, так до сих пор не удалось им организовать. О контрнаступлениях речи вообще не идет, потому что вот последнее заявление, что вот теперь через два месяца оно будет, да. Вот вы нам сейчас накидаете сюда вот все, что вы нам обещали, и будет оно вам наступление. Хотя не очень понятно, значит, опять же, есть ли достаточно, так сказать, живой силы, достаточно обученной на иностранной технике, которая могла бы всем этим заниматься. Потому что, например, в том же Харькове, как известно, сейчас вот объявлена уже третья мобилизация в территориальную оборону. Почему? Потому что первые две сгорели. Первые две волны мобилизации, просто, так сказать, они, как бы, их больше, этих людей больше нет. Вообще наши военные отмечают все больше и больше появления на линии соприкосновения, на линии фронта, будем так называть вещи своими венами, мотивированных идеологически, но очень плохо обученных с точки зрения военной, этих самых разного рода, так сказать, всяких разных, условно говоря, добровольцев, а также вообще не мотивированных ни тем, ни другим мобилизованных резервистов. Мобилизованные резервисты довольно часто сдаются в плен малыми группами, в том числе потому, что их бросают командиры. Вот распространенной практикой стала, например, такая штука. Может, офицеров не хватает, я не знаю. Значит, офицер берет подразделение, забрасывает его на линию соприкосновения, оставляет за себя, скажем, компзвода сержанта какого-нибудь и говорит, я поехал в штаб, ждите меня, так сказать, я скоро вернусь. Вот, и не возвращается. В этой ситуации, когда начинается атака, ну, подразделение просто, так сказать, оказывается неспособным организовать, как бы, ну, достойный, что называется, отпор наступающим силам, и многие или погибают на месте, или сдаются в плен. Вот вчера, как бы, значит, об этом в том числе говорил Евгений Поддубный, который там вот выходил на связь, значит, из Изюма. Жертвы очень большие, при этом украинские власти записывают их как пропавшие без вести. Потому что, в том числе, потому что, так сказать, во-первых, чтобы не будоражить эти самые украинские общества, во-вторых, ну, это уже я от себя добавлю, чтобы не платить компенсацией. Потому что, на самом деле, там, украинским законам надо платить компенсацией за этих людей, да, а если он числится пропавшим без вести, то пока он не будет признан погибшим, можно компенсацию не платить. Вот. Ну, и, в частности, вот Поддубный рассказывал о том, что вот они заходят на позиции, например, скажем, там, ну, там, трупы на каждом метре. Ну, потому что, как бы, так сказать, если их накрывают средствами, так сказать, такого огневого поражения, опрятаться некуда, вот, то, в общем, ничего не получается. Еще одна вещь, которая действительно является проблемной, особенно при той вот идеологии нашей операции, это все-таки работа в жилых кварталах. Как только эти подразделения выходят на дорогу, украинские, или в поле, они терпят поражение в 100% случаев. То есть, грубо говоря, так сказать, вот это их сидение в этих домах и в кварталах, как бы, или в укрепрайонах, это их единственный шанс, вот, на ведение, так сказать, этих боевых действий. И это к вопросу о контрнаступлении. Потому что при таком, значит, при такой позиции контрнаступление организовать невозможно. Можно сидеть, например, в жилом доме очень долго, да, но наступать не получится, потому что наступать из одного жилого дома в другой, как бы, да, это не о том. Наступление должно развиваться по дорогам, по полям, по лесам, что называется, по открытым пространствам. На открытом пространстве украинская армия, как бы, да, к эффективным боевым действиям оказалась абсолютно не способна. Ну, в принципе, если она будет просто сидеть, нашим придется на них нападать, и это, ну, большая потеря с нашей стороны будет, или нет? Ну, вот по всем законам военного времени наступающей должно быть больше потерь, как бы, да, сейчас статистика в обратную сторону. С одной стороны, как бы, ну, это просто благодаря преимуществу в авиации, в первую очередь, да, и в других средствах поражения. То есть, во-первых, у нас нет даже численного перевеса, потому что обычно численный перевес там создается, там, 5-6-кратный, да, ну, по заверению наших военных, у нас вся группировка, которая участвует в этой операции, там, она, ну, по численности, так сказать, меньше, чуть ли не в половину меньше украинской армии, да, вот, это раз. Ну, и по потерям та же самая ситуация. Ну, и плюс тут есть вот какая штука. На самом деле, что касается городов, вот, то, ну, города можно обходить, города можно обходить, так сказать, да, а дальше уже с ними разбираться, вот, захватывая инфраструктуру и так далее, и так далее. То есть, просто это к вопросу о западной технике. Да, она может поступать. Вопрос в том, что украинской армии нужно наступление. Оборона в укрепрайонах, и, так сказать, да, оборона там в жилых кварталах – это одно. Вот, наступление – это совершенно другое. Наступление – это гораздо более сложная военная операция. Вот в чем дело, да. Но сейчас они вообще не предпринимают, да, такой операции? Они не предпринимают, потому что, вот, их главная тактика – это или укрепрайон, где ты спрятался в забетонированный бункер, так сказать, пережидаешь артобстрел, потом вылезаешь, или ты залезаешь в этот самый жилой дом, как бы, да, и рассчитываешь на то, что его вместе с жителями не обрушат. Ведь везде, между прочим, даже западные корреспонденты об этом говорят. Значит, тактика, например, в том же Мариуполе – они заходят в жилой дом, мирных перемещают в подвалы и первые этажи, сами занимают верхние этажи. Причем мирных не выпускают. Почему мирных не выпускают? Это гарантия от того, что, как бы, дом не будет полностью разрушен вместе с ними. Ну, грубо говоря, если дом пустой, а там сидит, так сказать, условно, как бы, противник, как бы, да, ну, можно этот дом завалить вместе с ним. А не выпуская людей, как бы, из подвалов и первых этажей, как бы, да, они гарантируют, так сказать, то, что дом не будет, ну, обрушен. То есть по нему не будет применяться тяжелое вооружение. А тогда просто, как бы, ну, получается такой, ну, скажем, бой со стрелковым оружием. А он может продолжаться очень долго. Потому что, в принципе, так сказать, прятаться за бетонными стенами, как бы, можно очень долго. То есть, получается, что это или стрелковое оружие, или гранатометы, как бы, ну, и, собственно, все. И это, так сказать, длиться может очень долго. И это и есть, вот на сегодняшний день, насколько я понимаю, это и есть, так сказать, их основная тактика в городах. Ну, а на полях, как бы, да, это артобстрелы там, да, и все, что с этим связано.